Уважаемые члены Мисс Совета, пожалуйста, включите ваши камеры. Лариса Григорьевна, нас слышно? Лариса Григорьевна. Видимо, не слышно. Уважаемые коллеги, объявляю первый технический перерыв. Нам необходимо дальше достроить оборудование для Ларисы Григорьевны. Чуть-чуть отдохнем. Примерно сколько? Ну, минуты, я думаю, 5-7, не больше. Понял, мы на свете. Угу, до света. Примерно сколько? Редактор субтитров И.Бог B. etas- победителям. Этим. Который субтитров И.Бог B. Последний, до света. 場ы. Ази. Я уже говорила,odi. Продолжение следует... 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 Следующие шаги. Спасибо. Если возражений нет, тогда перейду к реализации регламента заседания. Прежде всего, прошу отключить звук мобильных телефонов. Уважаемых коллег по дистанционному совету, прошу не выбирать их далеко для осуществления оперативной связи в случае возникновения технической необходимости. Спасибо за внимание, за то, что меня выслушали, и так выступаю к ведению заседания. Краткий доклад председателя. Дистанция Сорокина Никиты Сергеевича на соискании ученой степени кандидатов социологических наук по научной специальности 22.004. Социальная структура, социальные институты и процессы на тему. Институциональные основания и практики реализации социального партнерства в трудовых отношениях в современной России. Пронята в защите приказом ученого-секретаря Санкт-Петербургского государственного университета от 2 октября 2020 года за номером 8864-1. Сорокин Никита Сергеевич написал свое дистанционное исследование на базе Санкт-Петербургского государственного университета. Научным руководителем его является Безрукова Ольга Николаевна, исполняющий обязанности заведующего кафедрой социологии молодежи и молодежной политики Безруковского государственного университета, кандидат социологических наук, доцент. Количество публикаций соискателя, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, согласно представленному списку. Это 6 работ. В том числе в рецензируемых научных изданиях из перечня утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 3 публикации. В изданиях, индексируемых в наукометрических базах данных в App of Science, ископов с публикацией не имеется. Соискатель представил ученому секретарю Петербургского государственного университета полный пакет документов для принятия к рассмотрению и защите диссертации. При этом все документы соответствуют пункту 12, раздела 3, порядка. Все представленные соискателем документы по полученной мной информации от куратора соответствуют требованиям и хранятся в аттестационном деле соискателя. Копии их есть у сотрудника отдела по обеспечению деятельности диссертационных советов, которые сейчас присутствуют на заседании. Перед тем, как представить слово соискателю, есть ли, уважаемые члены диссертационного совета, у вас общие вопросы к соискателю, в том числе, есть ли необходимость оглашать и рассматривать весь список предоставленных соискателем документов на защиту? Вопросов нет, значит документы все не нужно представить. Хорошо. Итак, уважаемый Никита Сергеевич, ваш доклад, вам слово, напоминаю, не более 15 минут. Не слышно соискателем. Уважаемый председатель, уважаемый член диссертационного совета, вашему вниманию предлагается диссертация на тему институциональные основания и практики реализации социального партнерства в трудовых отношениях в современной России. Актуальность данной темы обусловлена значимостью социального партнерства для общества, в частности, для преодоления противоречий между классами собственников и наемных работников, а также ввиду расхождения реальных практик трудовых отношений с теми практиками, которые декларируются, в частности, в социальной политике государства. На данный момент социальное партнерство слабо реализуется в организациях разных секторов занятости, как государственного, так и негосударственного сектора занятости. Со стороны работодателей распространены правовой нигилизм, неразвитость социальной ответственности, ориентация на личные интересы. В свою очередь работники ориентируются на неформальные отношения с работодателем взамен на ряд своих трудовых прав. Более того, некоторые работники вовсе не готовы выполнять свои трудовые обязанности на высокой уровне. Давайте начнем обсуждение. Что касается... Подключайтесь. Я вижу, Глеб Юрьевич хочет начать обсуждение. Какую группу вы представляете? Давайте начнем. Я хочу начать представление группы. Переходя к постановке научной проблемы, отмечу, что сложившиеся практики трудовых отношений объясняются как характером функционирования формальных социальных институтов, так и влиянием информального института культуры труда. Тем не менее, в диссертации выдвинуто положение о том, что как формальные, так и неформальные институты трансформируются активной деятельностью людей. В силу данного положения получается, что работники своей активной деятельности могут трансформировать социальные институты, которые затрудняют реализацию социального партнерства, то вероятно, что практики социального партнерства в трудовых отношениях... К сожалению, происходит наложение в зубы, а нам не слышно доклад соискателя абсолютно. Предполагаю, что это у Ольги Николаевны включен микрофон, и мы ее слышим. Но мы слышим два голоса параллельно. Откуда повторить, с какого момента отмотать назад? Не надо отматывать, просто желательно, чтобы не было накладок. Можно продолжать? Спасибо. В силу того предположения, что работники своей активной деятельности могут трансформировать институты, затрудняющие реализацию социального партнерства, в диссертации выдвинуто предположение о том, что практики социального партнерства в трудовых отношениях все-таки встречаются. Поэтому необходимо выявить предпосылки данных практик и факторы их реализации. Объектом исследования является социальное партнерство в трудовых отношениях современной России, а предметом институциональные основания и практики его реализации, а также факторы, влияющие на реализацию социального партнерства в разных секторах занятости. Целью диссертационного исследования является анализ институциональных оснований и практик социального партнерства в разных секторах занятости в современной России, выявление факторов реализации данных практик. На реализацию данной цели направлены следующие задачи исследования. Это раскрытие сущностей, моделей и показателей социального партнерства в трудовых отношениях, выделение структуры институциональных оснований социального партнерства, определение теоретико-методологических подходов к изучению институциональных оснований и практик реализации социального партнерства. Рассмотрение структуры социального партнерства, которая включает в себя правовые, организационные, культурные и ресурсные характеристики в трудовых отношениях в современной России. Также разработка концептуальной модели социального партнерства на основе всей рассмотренной структуры. Также в задачи исследования входит проведение анализа практик социального партнерства в трудовых отношениях и анализ факторов реализации данных практик в разных секторах занятости, конечно же, на основе эмпирического исследования. И, наконец, заключительной задачей является определение модели социального партнерства в трудовых отношениях в современной России и разработка рекомендаций по их эффективной реализации в разных секторах занятости. В качестве теоретико-методологических оснований исследования выступают, прежде всего, теоретико-методологические подходы, существующие в социологии, такие как институциональные, культуральные, ресурсные, деятельностно-активистские подходы. Также современные отечественные и зарубежные подходы к рассмотрению социального партнерства как институционально закрепленного типа трудовых отношений, направленного на взаимное согласование трудовых интересов сторон, то есть работников и работодателей. Также в теоретико-методологические подходы входят современные отечественные и зарубежные подходы к изучению формальных и неформальных социальных институтов, производимых данными институтами норм и образцов трудового поведения, которые обуславливают практики трудовых отношений в конкретном обществе. Также, конечно же, в теоретико-методологические основания включены исследования моего научного руководителя, который активно изучает вопросы соблюдения трудовых прав работающих родителей, социальные ресурсы работающих родителей на рынке труда. Также она активно изучает соотношения профессиональных и семейных обязанностей во взаимосвязи со сложившимися практиками трудовых отношений. И, наконец, наиболее важной теоретико-методологической основой нашего исследования послужила альтернативная исследовательская позиция в изучении социального партнерства, предложенная Александром Лазаревичем Темницким. Данная позиция основана на выявлении неинституциональных практик социального партнерства, которые могут проявляться в отдельных организациях. По результатам масштабных исследований Темницким установлено, что социальное партнерство, которое декларируется в социальной политике государства, в трудовом законодательстве, оно слабо реализуется на практике в современной России. Тем не менее, для того, чтобы не ограничиваться выводом о том, что социальное партнерство в России не существует или невозможно, Темницкий, в отличие от других исследователей, предлагает некую альтернативную позицию, предлагая сосредоточиться на анализе тех практик взаимодействия между работниками и работодателями в отдельных организациях, которые обладают признаками партнерства, пусть и не закреплены институционально, законодательно, и выявить, чем обусловлены данные практики взаимодействия, которые, тем не менее, обладают признаками партнерства. Тем не менее, несмотря на активное изучение проблематики социального партнерства в научной литературе, остаются некоторые вопросы, которые до сих пор являются открытыми для изучения, и в диссертации предпринята попытка их всестороннего рассмотрения. Что, во-первых, не в полной мере определена структура институциональных оснований социального партнерства, которую, на наш взгляд, не стоит ограничивать только формальными социальными институтами. Она должна учитывать как формальные, так и неформальные социальные институты. Наконец, необходимо дополнить неинституциональные модели социального партнерства и установить факторы их реализации в зависимости от сектора занятости, потому что социальное партнерство имеет разные предпосылки в зависимости от сектора занятости, к которому принадлежит организация. И, наконец, необходимо также четко определить показатели, которые позволяют эмпирически идентифицировать, как наличие институционального социального партнерства, которое декларируется в социальной политике государства, так и наличие неинституциональных практик социального партнерства, которые, как было сказано, могут встречаться в организациях при отсутствии институционального социального партнерства. В диссертации были выдвинуты основная и дополнительные гипотезы исследования. В качестве основного гипотеза было выдвинуто предположение, основанное на том, что практики социального партнерства в трудовых отношениях в современной России не являются институциональными, что в государственном секторе занятости такие практики носят групповой характер и реализуются в том случае, если существует солидарная группа работников. В то время как в негосударственном секторе практики социального партнерства носят индивидуальный характер и реализуются в том случае, если работник обладает высоким объемом социальных ресурсов. В качестве дополнительной гипотезы было выдвинуто предположение о том, что готовность работников к социальному партнерству в трудовых отношениях сильнее проявляется в негосударственном секторе занятости, нежели в государственном секторе. Позже при изложении результатов исследования я объясню, с чем были связаны данные гипотезы, в целом они подтвердились. Эмпирической базой моего диссертационного исследования выступали анализ результатов различных социологических исследований по проблемам и практикам трудовых отношений, анализ материалов собственного исследования регионального уровня социального партнерства, которое было проведено в 2015 году. Оно отражено в публикации «Социальное партнерство как принцип социальной политики в области трудовых отношений региональной особенности», опубликованном в журнале «Труд и социальные отношения», выходные данные которого представлены в данной презентации. Также в качестве эмпирической базы выступало исследование, проведенное в 2016-2017 годах в двух организациях в Санкт-Петербурге, одна из которых принадлежит к государственному сектору занятости, а другая – к негосударственному сектору занятости. В качестве организации были выбраны две полярные организации, а полярные потому, что первая является бюджетным учреждением, в котором высокая формализация трудовых отношений и сильное влияние государства, в том числе политика идеологическая. И вторая организация – это частное предприятие единоличного собственника, которое никак не аффилировано с государством, в котором, наоборот, преобладают неформальные практики трудовых отношений и невмешательство государства непосредственно в трудовые отношения и, конечно же, отсутствие какого-либо политико-идеологического влияния. Была использована комбинированная стратегия исследования, основанная на гармоничном сочетании качественной и количественной стратегии исследования. В качестве методов исследования были использованы как общенаучные методы, системный анализ, вторичный анализ данных, метод группировок, анализ таблицы распределения, корреляционный анализ, так и специфические социологические методы, а именно это метод опроса, как инкетирования, так и интервью, и включенное наблюдение, сведение дневника наблюдения. В качестве источников данных для последующего анализа выступали в бюджетном учреждении 154 анкеты работников и материалы 5 глубинных интервью. На частном предприятии была получена 131 заполненная анкета и проведено глубинное интервью с работодателем. При анкетировании применялась стратифицированная выборка, чтобы обеспечить сбалансированную представленность работников по возрастным и должностным категориям. Переходя к результатам исследования, отмечу, что прежде всего разработана концептуальная модель социального партнерства, которая состоит из шести основных элементов. Первый элемент – это понятие социального партнерства в трудовых отношениях, которые рассмотрены в концептуальной модели. Далее – определение структуры институциональных оснований социального партнерства. Далее – выделение показателей социального партнерства, которые позволяют идентифицировать как институциональное социальное партнерство, так и неинституциональные практики социального партнерства. Далее были определены модели социального партнерства. Отмечу, что соотношение определений моделей и практики следующее, что под моделями социального партнерства понимаются практики, которые носят устойчивый и обусловленный определенными факторами характер. И вот данные модели были определены в государственном и негосударственном секторах занятости. Также структура социального ресурса наемных работников, которая обуславливает неравенство их позиций в трудовых отношениях, в частности в защите своих трудовых интересов. И в концептуальной модели также содержится роль социальных ресурсов, готовность к социальному партнерству в разных секторах занятости. Данный аспект крайне важен для проверки дополнительной гипотезы исследования. Что будет дальше изложено в основных положениях, которые связаны с данной концептуальной моделью. Теперь перейдем к подробной формулировке конкретных элементов, указанных в концептуальной модели. Что касается понятия социального партнерства в трудовых отношениях, то под социальным партнерством в трудовых отношениях понимается особый вид социального взаимодействия, основанный на взаимном согласовании трудовых интересов работников и работодателей. Потому что если мы говорим о трудовых отношениях, то мы рассматриваем прежде всего в качестве главных субъектов работников и работодателей, государство выполняет регулирующую и координирующую роль. При этом самое главное, что обращено внимание на то, что данное взаимное согласование интересов носит необязательный институциональный характер, но и неинституциональный характер. Что касается структуры институциональных оснований социального партнерства, то они включают в себя два взаимосвязанных уровня социальных институтов, социальных норм, которые данными институтами производятся, и организационных механизмов, которые обеспечивают соблюдение данных норм. То есть, в принципе, институциональные основания включают в себя не только социальные институты, но также и нормы, организационные механизмы, обеспечивающие их соблюдение. Соответственно, формальные институты социального партнерства включают в себя государственный институт, институты гражданского общества, которые создают, дополняют, изменяют нормы трудового права или трудового законодательства и обеспечивают их соблюдение. Неформальным институтом социального партнерства выступает институт культуры труда, который тоже производит неформальные нормы и образцы трудового поведения, а организационным механизмом, который обеспечивает соблюдение данных норм, выступает трудовой коллектив организации. Что касается показателей социального партнерства, как институционального, так и неинституционального, то под институциональным социальным партнерством понимаются именно устоявшиеся практики социального партнерства, которые регулируются нормами трудового права и провозглашаются в социальной политике государства. Уже выступающий, у вас осталось 3 минуты. Хорошо, спасибо, постараюсь покороче. И как классификацию неинституциональных моделей социального партнерства, модель корпоративной солидарности, групповой солидарности, индивидуального делового партнерства необходимо дополнить модели групповой солидарности. То есть показателями, которые позволяют определить наличие институционального социального партнерства, либо идентифицировать неинституциональные модели социального партнерства, выступают участие работников в принятии решений, затрагивающих трудовые интересы работников. Оценка работниками деятельности профсоюза в защите трудовых интересов при наличии профсоюза, регламентация работы трудовых прав, обязанностей, характер выполнения работниками своих трудовых обязанностей, способность работников к выполнению трудовых обязанностей без помощи работодателя и отсутствие патернализма. Все это было представлено в эмпирическом исследовании, проведена операционализация всех данных показателей. Наконец, было установлено, что институциональное основание действительно слабо реализуется в трудовых отношениях в современной России, тем не менее встречаются неинституциональные модели социального партнерства. Также в государственном секторе занятости наиболее вероятной моделью выступает модель групповой солидарности, которая как раз обусловлена наличием активной группы работников, а в негосударственном модель индивидуального делового партнерства, которая обусловлена как раз наличием у работников востребованных социальных ресурсов. Таким образом, основная гипотеза подтверждается. Структура социального ресурса наемных работников, обуславливающая неравенство их позиций в трудовых отношениях с работодателем, включает в себя социально-культурные ресурсы, это по сути их профессиональные навыки. Также ресурсы социальных связей и индивидуально-личностные ресурсы – это уже скорее не навыки, а профессионально-личностные качества, которые обуславливают их готовность к социальному партнерству. И, наконец, было установлено, что готовность работников к социальному партнерству, обусловленная структурой их социальных ресурсов, действительно сильнее проявляется в негосударственном секторе занятости, чем в государственном секторе. Таким образом, дополнительная гипотеза также подтвердилась. Уважаемый председатель, уважаемый член диссертационного совета, мой доклад завершен. Буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо, уважаемые члены совета. Мы выслушали доклад, поэтому перед вашими выступлениями, согласно нашему порядку ведения заседания, предлагается задать докладчику вопросы именно по его докладу. Есть ли такие вопросы у кого-нибудь? Ну, давайте, если можно, Александр Лебединцевич, я начну. Да, пожалуйста, Львов Александровна Лебединцева. Мне надо представиться, да, Львов Александровна Лебединцева, доцент кафедры экономической социологии, доктор социологических наук. Никита Сергеевич, спасибо большое за доклад. Ну, собственно говоря, несколько таких, я думаю, достаточно коротких вопросов. Хотелось бы уточнить, вот вы сказали, что есть декларируемые и недекларируемые практики. А вот уточните, пожалуйста, какие практики все-таки декларируются в нашей социальной политике в России? Уважаемая Любовь Александровна, спасибо за вопрос. По поводу декларируемых практик, ответь, что под декларируемыми практиками в диссертации понимаются вот те формы и принципы социального партнерства, которые установлены трудовым законодательством. И которые реализуются при участии вот таких субъектов, как профсоюз, например, совет трудового коллектива, которые, как правило, оформляются, как правило, ну вот на бумаге и формализованы, так скажем. Спасибо. Понятен ответ. Уточнение. На каких-то конкретных примерах организации, я имею в виду, в Петербурге, может быть, в России, это вот как бы в продолжении, наверное, вопрос. Все-таки, поскольку защита по социологии, хотелось бы услышать название организации. Вот этого немножко не хватило при прослушивании вашего доклада, в частности. Хорошо, да. Уважаемая Любовь Александровна, вот по поводу названия организации, хотел бы ограничиться тем, что бюджетная организация является комплексным центром социального обслуживания населения, без уточнения района, потому что при проведении исследований у меня была договоренность не указывать организацию. Вторая организация является частным предприятием, которое оказывает ремонт на строительные услуги в Петербурге. Предприятие относится к среднему бизнесу по классификации, потому что... Спасибо. Спасибо, мы попоняли. Спасибо. Какие-нибудь вопросы есть, уважаемые члены Совета, по вот именно докладу? Если вопросов нет, тогда мы, думаю, можем перейти уже к отзывам каждого из присутствующих у нас сегодня членов Совета. Спасибо. Перед тем, как мы эти отзывы огласим, хочу поинтересоваться у соискателя, как он желает отвечать на вопросы после каждого отзыва или после всех? Было бы удобнее после каждого отзыва. Ну да, я тоже так думаю, хотел бы предложить после каждого замечания отвечать. Да, да. После каждого отзыва. Да. Все. Спасибо. Внешних отзывов на данную ритектацию не поступило. Итак, выступление членов Совета. Поскольку все отзывы были опубликованы на сайте Санкт-Петербургского государственного университета, тут для ознакомления, то предлагаю зачитать или изложить только основные моменты и основные замечания к соискателю. Я надеюсь, у членов Совета нет возражений, порядка оглашения отзывов? Нет. Спасибо. Тогда мы предложим выступить гостю Сергею Анатольевичу Давыдову с просьбой огласить только основные моменты его отзыва. Сергей Анатольевич, слышно нас? У меня слышно? Да, слышно. Сейчас слышно? Слышно. Слышно, да? Пожалуйста. Слышно, уважаемые коллеги, у нас интересно слушать доклад. По самому докладу вопросов, конечно, по мнению прочтения инсертации, в ходе ее и притоку прочтения появились вопросы. Все они изложены, так сказать, в моем озере, который опубликован. А в целом, я начну с самого конца, у меня мнение о работе положительное, безусловно, и это также заключение моего отзыва. О положительных моментах, наверное, я долго говорить не буду, поскольку мы все смотрим на выступление, прочтение, чертаться, убедиться в бостоинках этой работы. Но, видимо, скорее всего, каждый оппонент, каждый член писал по этому, немножко под разными угламе мы все смотрели по этой работе. Поэтому я вкратце, буквально, очень быстренько пройдусь по основным замечаниям, попытавшись еще в группироватах. Значит, у меня есть некоторые замечания по методологии, прежде всего, и по теории. Что касается методологии, мне показалось, что, так сказать, у нас Никита Сергеевич, мне так показалось, что, скажем, было бы лучше, если бы он более четко довел порядок понятий в аппарате. Потому что мы показали, что, скажем так, некоторые есть, так сказать, некоторые вопросы в картуке даже основных психологических понятий, которые они могут изможны. Я имею в виду такие понятия, как институт, формальный институт, соотношения между понятиями института и культуры. Ну, например, когда мы читаем, обращаемся к диссертации, читаем, что как автор понимает понятия института, то можно подумать из определения, что социальные нормы производятся социальными институтами. То есть рядом в тексте написано, что социальные нормы производятся социальными институтами. Правильно мы можем понимать, что выведены зарядки социальными институтами и включают социальными институтами, потому что, видишь, у нас работают экономические, которые всегда рассматривают нормативную институту социальными институтами. И некоторые, потому как мне показалось, что в его определении, данный автор Никита Сергеевича, значит, формальные институты, вот Никита Сергеевич говорит, что формальные институты дополняют и изменяют нормы трудового права. Значит, значит, что трудовые нормы выведены зарядки формальных институтов. Потому что, ну, если вспомнить классические работы Дугласа Морта, ну, не только его, естественно, но и первые, даже, институты, изменивали функционерные экономики, классические работы, где четко было написано, как, собственно говоря, какое отношение нормы имеет к социальному институту. Тем более, что Морт упадает в списке литературы, но вот с точки зрения, так сказать, как его идти, насколько резонны, здесь вопрос. Не меньше вопроса называют отношения между понятиями культуры института. Ну, автор говорит, вот, в институте культуры труда, институт культуры труда, ну, человек, знакомый с работами, скажем, ну, допустим, потому что по АСА, у него могут возникнуть вопросы. Я думаю, что Никита Сергеевич тоже знаком, у него будет ответ на этот вопрос. Потому что по АСА с чертой разводит, ну, не только он, конечно, но и самая известная в структуре сцентрации. Потому что, чертой разводит, по системе социальному институту, действия, институциональная система и культурная система. Вопрос, а как же может существовать институт культуры труда? Есть вопросы по теории. Они, собственно говоря, ну, даже при бегом прочтении, даже не вникая в суть работы, мы обращаемся, предположим, в список по литературе, видим там достаточно представительный список, 20 всего источников, например, на астральном языке. 20 штучек. Означает ли это, что социологическая тематика, диссертации представленные, защищаются на положение, представленные только в русско-язычном сегменте, социологическое. Упс, словечная литература. Формальный продвиг, почему? Потому что, и так... Так, кажущаяся. А вы, конечно, держали работу. В частности, например, ну, я так понял, судя по тому, что написано в диссертации, что сами там просто рассказывают с автором, как взаимодействующие. содержание еще которое проистекает из социологических целей, но если мы вспомним то, что Олег Птанцев писал по поводу иждивейства, как это касается в отношении сцена партнерства, или, например, между трудовым капиталом, то, что Макс и Хангарин, и отчуждение труда, и Фабернас, и вообще французская школа, и вот артисты. Или, скажем, проблема справедливости затрагивается, но, скажем, а где здесь адрес? Или статус конкурентности можно было бы рассмотреть с точки зрения статуса конкурентности? Я имею в виду и по отношению к работникам, и по отношению к работникам в их опозиции с водоподавателями, и, скажем, можно было бы рассмотреть, допустим, социальное партнерство, с позиции лица Поколовного. Я имею в виду и могу обратиться к парламентам и самим, так сказать, к представителям в экономической социологии. Или взаимодействие к работникам, и без этого точно это работа нельзя было бы рассмотреть тематику. Ну, Мансур Вассонову надо было бы читать, было бы по идее, да? И оградить это не только списки, но и с разрешением работы. Таким образом, мне кажется, что да, взаимодействие, да, формально все рассмотрим, но круглок смыслов, которых сейчас ассоциолог ожидают бы. И увидеть, понять, раскрыть, буквально это самое, на каком языке все-таки такой маленький, какой-то плоский, он нечается. То есть очень многие вещи мы просто не рассмотрим. Это одна сторона, да, вот теоретическое восприятие, автором теоретическое плодовое восприятие этой проблемы. А другая, берем, например, автор использует классификации, предположим. Ну, вообще аналитические инструменты, да, рассмотрение проблемы социального партнерства. Ну, предположим, классификация берется, там, на одной из первых стран, сущей формы какая-то. Здесь автор говорит о том, что... Да, это типология социального партнерства. И у разных этих типологий, ах, наверное, русскоязычные, естественно. И у разных этих типологий, скажем, американская модель, социального партнерства, и типология попадает в игру. Ну, скажем так, вспоминаем Дора, предположим, или Мишеля, Бера. Ну, не знаю, наверное, если, допустим, Николь Буков или Малый Гелен, ну, странно было бы, как бы, они посмотрели на эту типологию, да? Потребление в японскую или американскую модель. Всегда традиционные композиции они рассматривались. Ну, поэтому, мне кажется, некоторые такие, и вот, скажем так, некоторые лаконы в теоретическом восприятии, они затрудняют понимание самого, для меня, например, да, а для Панель, для членов Совета, затрудняют понимание, не сказать, затуманное понимание проблемы с самим партнерством. Ну, это, что касается замечаний, в целом, несмотря на отдельные, это, бессловно, отдельные замечания. Так, коллеги, меня слышно, да? Слышно, слышно. Слышно. Слышно? Вот, я позволю себе, друзья, я позволю себе зачитать тогда, вот сейчас я выйду на текст, и зачитывать общего, Александр Григорьевич. Общего, вот это, собственно, ищего. Да, вот, итак, общего, вот такое, диссертация Соровкина Никиты Сергеевича на тему. «Институциональные основания и практики реализации социального подборства в трудовых отношениях к современной России соответствуют установленным приказам от 2009-го 2016-го года номер 6821-1 о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете». Сыскат Сорокин Никита Сергеевич за наук официальности 22 номер 04 «Социальные структуры, социальные институты и процессы». Пункт 11 указанного порядка – диссертантор ненарушен. Вот такой у нас был. Спасибо большое за ваш отзыв. Пожалуйста, уважаемый миссис Борганов, если можно покороче. Уважаемый Сергей Анатольевич, прежде всего, спасибо вам большое за ваши замечания и рекомендации, которые обязательно, безусловно, будут использованы при дальнейшей работе над темой, потому что проблематика социального партнерства в трудовых отношениях – это весьма масштабная тема, и в ней есть бесконечное множество аспектов для исследования, поскольку в своей работе я непосредственно делал акцент на изучении специфики отечественной модели социального партнерства именно в современной России в контексте институциональных оснований, которые затрудняют это социальное партнерство, и практик трансформации данных институциональных оснований, которые и обуславливают те практики социального партнерства, которые встречаются. В связи с этим и были выбраны соответствующие теоретико-методологические подходы. Институциональные, культуральные, ресурсные, деятельностно-активистские подходы. Что касается использования понятия «институт культуры труда», то в диссертации опирался на концепцию, которая допускает использование такого понятия – это культуральный подход. Культуральный подход рассматривает культуру именно как структуру, как институт, который содержит определенные объективные нормы поведения. И подразумевается, что они влияют на поведение людей. Впервые культуральный подход берет свое начало с работы Джеффри Александера «Cultural sociology» – «культуральная социология». То есть именно в ней он рассматривает культуру как структуру, как институт. А далее данный подход стал активно использоваться в Петербургской школе в Федеральном научно-исследовательском центре «Социологический институт РАН». То есть там есть группа социологов, например, Бочаров Владислав Юрьевич, Тукумцев Будемир Гведонович, которые активно используют как раз культуральный подход к изучению трудовых отношений. И поэтому термин «институт культуры труда» используется как раз на основании культурального подхода. А что касается разграничения формальных и неформальных социальных институтов и норм, то по поводу данного замечания отмечу, что формальные и неформальные институты – это и есть та граница, которая ограничивает культуру от обычных институтов, от тех самых формальных, которые мы понимаем, которые создаются государством, например, трудовым законодательством. То есть вот такая вот классификация формальных и неформальных институтов, она как раз позволяет более-менее преодолеть дихотомию между институтами и между культурой. Что вот если под формальными институтами понимаются, как говорил, государственный институт, институты гражданского общества, то под неформальными институтами как раз понимается институт культуры труда. И также, что касается даже современных подходов к выделению структуры социального института, то, например, Дмитрий Петрович Гавров, который у меня также рассмотрен в параграфе 1.2 диссертации, который был посвящен как раз анализу структуры институциональных оснований, Дмитрий Петрович Гавров выделяет структуру социального института, в которую как раз входят в том числе социальные роли, нормы и предписания. То есть там как определенные, имеется ввиду, что также помимо социальных ролей, нормы предписания, он также выделяет определенных участников, которых я называю организационные механизмы, под ними он понимал определенных участников, которые обеспечивают выполнение предписанных социальных ролей и соблюдение предписанных социальных норм. Вот на этом у меня все. Спасибо. Спасибо большое за краткость. Далее я предложил бы выступить Серебединцевой Гаврик Задровне. Тоже с такой же просьбой озвучить только общие моменты, которые у вас есть в отзыве. Спасибо большое. В целом скажу, что мнение о работе у меня положительное. Все основные моменты, которые, на мой взгляд, особо стоит выделить, написаны в отзыве. Если позволите, я для краткости не буду их озвучивать. Но остановлюсь, собственно, на тех двух замечаниях, которые, на мой взгляд, наверное, наиболее меня затронули. Первое – это то, что по ходу прочтения работа очень насыщена методическими разработками. Все замечательно. Но не хватило, так сказать, решения какой-то социальной проблемы, социальной остроты. А в чем суть? Ну, проанализировали. Хорошо, замечательно. А что в результате? Да, это вот, наверное, первый момент, который я бы хотела выделить. А второй момент, ну, где-то он прозвучал в моем вопросе после доклада соискателя. Это то, что касается элемента наглядности или конкретики. Все-таки такая животрепещущая работа. Понятно, что было проведено эмпирическое исследование. Окей, можно не называть имена компаний. Но в ходе аналитической работы демонстрировать свои аналитические модели конкретными примерами из реальной российской, там, я не знаю, Санкт-Петербургской нашей жизни. Вот это, конечно, было бы гораздо более выигрышно, нежели, так сказать, вот как я увидела. Вот, наверное, это основное, что хотелось бы выделить в качестве замечаний. Но отмечу, что главных положений выводов автора эти замечания не затрагивают. И диссертация Сорокина Никиты Сергеевича на тему «Институциональные основания и практики реализации социального партнерства в трудовых отношениях в современной России» соответствует основным требованиям, установленным приказом от 1 сентября 2016 года под номером 6821-1 о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском госуниверситете. Соискатель Сорокин Никита Сергеевич заслуживает присуждения ученых степеней кандидата социологических наук по специальности 22.004, социальная структура, социальные институты и процессы. Пункт 11 указанного порядка диссертантам не нарушен. Спасибо. Пожалуйста, ваши ответы, тоже, если можно, покороче. Хорошо, да. Уважаемая Любовь Александровна, также большое спасибо за замечания и рекомендации, вытекающие из замечаний. Отвечу по порядку. То есть первое, что касается конкретной проблемы, так называемой острой проблемы, которая исследуется, это разрыв между институциональными основаниями как раз и реальными практиками трудовых отношений, который, в свою очередь, обусловлен тем, что институциональные основания как раз наоборот затрудняют реализацию социального партнерства. Под институциональными основаниями понимают там и как государственные институты, и низкую эффективность общественных организаций, так и институт культуры труда, который я упоминал. А практики социального партнерства как раз наоборот получаются тогда, когда эти институциональные основания трансформируются. Что касается элемента наглядности именно вот и так называемых эмпирических примеров, то ответь, что в третьей главе диссертации в параграфе 3.2 они рассмотрены достаточно подробно, но в целом, если вот привести конкретные примеры, которые рассматриваются, взять, например, бюджетное учреждение, казалось бы, высокая формализация трудовых отношений, то есть на бумаге все прописано, в каждой должности есть должностная инструкция. Но там вот, к сожалению, там государственные интересы, государственные идеологии ставятся гораздо выше зачастую интересов работников. Вот и яркий такой пример, когда практики социального партнерства получаются только у солидарной группы работников, о которым я говорю. Вот могу сказать, что однажды было, например, распоряжение идти убирать снег, то есть вот казалось бы, в должностной инструкции не предусмотрено это, и почему работники должны убирать снег. Но руководство организации на это объясняет, что приказ из районной администрации такой был, что если государство сказало, что надо это делать, значит, надо это делать. И только вот одна солидарная группа работников, она всячески этому воспротивилась, они отказались это делать, потому что они вот своим солидарным отделом объединились, в то время как другие все пошли убирать снег. То вот солидарная группа работников не стала это делать, и более того, руководство, оно действительно учитывает интересы данной группы, то есть оно не столько даже боится, сколько уважает. Потому что вот в свою очередь сама солидарная группа работников, что немаловажно, они тем не менее настроены на выполнение своих трудовых обязанностей на высоком уровне. То есть помимо того, что они обладают активностью и солидарностью, конечно, они обладают и современными либеральными рыночными ценностями, которые я считаю эффективными для социального партнерства как раз. И вот благодаря вот таким составляющим, как активность, солидарность, вот современные либеральные рыночные ценности получаются практики социального партнерства. Вот в качестве примера такой группы, еще по частному хотелось пройтись. А что касается, вот сейчас мы рассмотрели бюджетное учреждение, что касается частного предприятия, то, например, если на частном предприятии есть уникальный работник, например, из сферы IT, вот у того работодателя, с которым я проводил интервью, он рассказывал, что есть IT-специалист, который вот зачастую сам с ним активно торгуется по условиям труда, по трудовому процессу, то есть он с одной стороны, конечно, действительно все делает на высоком уровне, но с другой стороны, как говорил, иногда бывает вот трудный по характеру в том плане, что он от работодателя требует, что вот я хочу, чтобы еще это в договор мне включили, чтобы еще это, чтобы объем социального пакета расширили, и работодатель вынужден идти ему навстречу, потому что работник обладает уникальными профессиональными навыками, которые обозначаются термином социальные ресурсы. Вот у меня все. Спасибо, спасибо. Пожалуйста, Ирина Евгеньевна Таранду. Спасибо большое, Александр Викторович, за предоставленное слово. Ну, прежде всего, я хотела бы поблагодарить Никиту Сергеевича и его научного руководителя Ольгу Николаевну Безрукову за столь хорошую, добротную кандидатскую диссертацию. Тема, безусловно, актуальна. Актуальность темы я не буду озвучивать. В принципе, в отзыве в моем все основные моменты изложены и положительные, и отрицательные. Ну, к положительным моментам я бы отнесла несомненную научную новизну, основательное эмпирическое исследование и то, что Никита Сергеевич опирается на труды Санкт-Петербургской, вот нашей школы, исследования трудовых отношений. Это несомненное достоинство работы. Замечания я бы хотела зачесть так, как они обозначены в отзыве. Первое замечание, что было бы интересно и полезно сравнить особенности реализации оснований социального партнерства не только в государственном и негосударственном секторах экономики, но также и исследовать, как реализуется это необходимое для цивилизованного функционирования трудовых отношений условия на малых, средних, крупных и сверхкрупных предприятиях и организациях. И второе замечание. Автор не осуществляет сравнение российской практики социального партнерства с аналогичной практикой в других странах, прежде всего таких, в которых институт социального партнерства начал формироваться задолго до начала формирования отношений социального партнерства в России. Данные замечания не снижают высокий уровень диссертационного исследования, выполненного Никитой Сергеевичем, а скорее носят характер пожеланий. И вывод общий по работе. Диссертация Сорокина Никиты Сергеевича на тему «Институциональные основания и практики реализации социального партнерства в трудовых отношениях в современной России» соответствует основным требованиям, установленным приказом от 1 сентября 2016 года номер 6821-1 о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете. Соискатель Сорокин Никита Сергеевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.004 «Социальная структура, социальные институты и процессы», пункт 11 указанного порядка диссертантом, не нарушен. У меня все. Спасибо. Пожалуйста, ответы на замечания. Уважаемая Елена Евгеньевна, также большое спасибо за замечания и связанные с ними рекомендации, что исследования социального партнерства на малых, средних, крупных, сверхкрупных предприятиях, вероятно, будут предметами дальнейших исследований по данной проблематике, что в задачи настоящей диссертации это не входило. Что касается сравнения российского опыта с опытом передовых зарубежных стран, то отвечу, что также, вероятно, это будет предметом дальнейших исследований более глубокое сравнение. В настоящей диссертации данный аспект, тем не менее, частично имеется, что так в первой главе, например, рассмотрены институциональные модели социального партнерства, какие в принципе существуют, и указаны зарубежные страны, в которых они реализуются. И также в диссертации обращено внимание на принципиальную разницу в институционализации самого социального партнерства. Там не раз подчеркивалось, что если в Западной Европе социальное партнерство возникало через социальные конфликты, которые возникали как раз из-за активности работников, то у нас социальное партнерство, оно скорее провозглашалось самим государством на смену патернализму. Который активно существовал еще в советский период и частично сохранился еще в установках многих работников. То есть данный аспект также подчеркивался. Спасибо, спасибо, спасибо. Итак, к нам подключилось все-таки нашему заседанию Лариса Григорьевна Титаренко. И я тоже хотел бы попросить ее озвучить какие-то основные положения ее отзыва. Слушаете ли вы нас? Микрофончик, микрофончик. Пожалуйста, микрофон включите ваш микрофон. Александр Викторович, я надеюсь, он меня слышит. Да, теперь слышим. Я подключилась не наконец-то, а уже довольно давно. Теперь слышим. Я слышала даже часть выступления нашего диссертанта. Хорошо, но тем не менее, вот у нас есть возможность предоставить вам слово, для того, чтобы вы осветили основные положения вашего отзыва. И ваш вывод. Спасибо. Спасибо. Ну, так же, как и другие, я не буду озвучивать и зачитывать весь отзыв. Он в целом положительный. Я присоединяюсь к высказанному ранее мнению, что диссертация состоялась, и что диссертант ее сделал на хорошем уровне. Но, тем не менее, замечания у меня есть, они высказаны в отзыве, и поэтому я позволю себе их отметить. И не буду их зачитывать, я скажу, короче. Мне, в принципе, понравилось, что диссертант разные подходы методологически раскрывает в своей работе в первой главе. Но, тем не менее, на мой взгляд, недостаточно четко он все-таки прописал свою собственную точку зрения. Но нельзя поддерживать на равных четыре подхода сразу. Все-таки есть какие-то предпочтения. Вот сегодня из его выступления слышно, что это все-таки культуральный подход. Но, тем не менее, в тексте, отдавая данное уважение Ядову, он сближает Ядову с культуральным подходом, что не совсем корректно, поскольку Ядов ни этой терминологии, ни этим подходом, как-то кого-то не пользовался. На мой взгляд, у него действительно был свой деятельность-активистский подход, который в чем-то похож, но в чем-то и нет. Поэтому замечание это, я не знаю, хотелось бы и сейчас услышать от диссертанта, похожий его предпочтительный подход к этой проблеме. Это первое. Второе. Во второй главе раскрывается разработанная концептуальная модель социального партнерства. Перечисляются ее компоненты. Но при этом, опять же, мне не хватило в качестве компонента, элемента этой модели увидеть механизмы реализации социального партнерства, поскольку, согласно мнению многих западных авторов, не буду их перечислять, именно этот компонент, а именно механизм реализации, это неизменный и достаточно важный элемент модели социального партнерства. Если автор согласен, пожалуйста, согласится, если нет, то нет, естественно. Что касается сравнения, то наоборот, у меня другое мнение. Сравнивать развитие отношений российских на нынешнем этапе с передовыми западными странами, это не совсем, наверное, было бы в пользу автора, потому что что бы ему оставалось сделать? Только критику повторять на российскую реальность. Поэтому на данном этапе его разработки проблемы, на мой взгляд, вполне как раз хватило той литературы российской или предпочтительно российской, которой он и пользовался. Другое дело, что можно было там ее шире, глубже и так далее, какие-то старые работы, может быть, не принимать за абсолютную истину сегодня. Ну, вот такие моменты. Это то, что изложено у меня в отзыве. Дополнительную к отзыву я бы хотела спросить Никиту Сергеевича, почему в качестве цели столь разносторонней диссертации, которая рассматривает институциональные основания и практики реализации социального партнерства и предлагает те или другие решения поставленным проблемам. Почему в качестве цели поставлен анализ? Анализ — это метод исследования. А результатом-то его исследования является намного большее, чем анализ. Есть конкретные результаты. В качестве модели, например, это же не анализ, модель — это результат. Поэтому я тут в качестве пожелания хотелось бы разобраться на будущее, что анализ — это узко для работы, которая рассматривает целый комплекс проблем и предлагает какие-то решения. В целом я согласна с высказанными другими членами Совета мнением, что диссертация Никита Сергеевича Сорокина на тему «Институциональное основание и практики реализации социального партнерства в трудовых отношениях в современной России» соответствует основным требованиям, установленным приказом какого-то числа о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете, а соискатель Никита Сергеевич Сорокин заслуживает присуждения ученых степеней кандидата в социологических наук по специальности 22.0004 «Социальная структура, социальные институты и процессы». Пункт 11 указанного порядка диссертанта не нарушен. Спасибо. Спасибо большое, Лариса Григорьевна. Пожалуйста, уважаемые диссертанты, отвечайте на вопросы. Уважаемая Лариса Григорьевна, также большое спасибо за замечания, за связанные с ними рекомендациями, что в своей будущей работе я обязательно учту, как следует формулировать цель, механизм реализации социального партнерства и также некоторые положения, чтобы они были видны более четко. Что касается непосредственно замечаний, то отмечу, что я в диссертации как раз наоборот отказался от того, чтобы следовать только одному конкретному подходу и предпринял попытку комбинации разных подходов, которые не противоречат друг другу. То есть в целом я исходил из базового положения, что социальные институты и производимые ими нормы, они существуют объективно, но тем не менее могут трансформироваться активной деятельностью людей. И поэтому использовал подходы, которые позволяют это учитывать. Как институциональный подход, который рассматривает как раз предположительно объективное влияние институтов, культуральный подход, который также рассматривает объективное влияние, но уже неформальных социальных институтов, институтов культуры труда. Ну и ресурсные и деятельностные активистские подходы, как раз как те подходы, которые позволяют учесть возможность трансформации институтов. И подходы, они все гармонично взаимосвязаны таким образом. Что касается механизма реализации социального партнерства, то он на самом деле прописан в параграфе, посвященном концептуальной модели социального партнерства. Просто да, не очень четко обозначен. Спасибо большое за данную рекомендацию. Но что касается самого механизма, то в государственном секторе занятости таким механизмом как раз является солидарная группа работников, члены которой отличаются активностью, доверием друг с другом, взаимной поддержкой и современными либеральными и рыночными ценностями, что немаловажно. А в негосударственном секторе занятости механизмом выступают как раз высокий объем социальных ресурсов работника, которые востребованы работодателем. И за счет этого работодатель готов идти на уступки работнику. У меня все, спасибо. Спасибо, спасибо за ответы на вопросы. Ну и последний оппонент, собственно, это председатель. Я тоже не буду зачитывать весь свой отзыв полностью, поскольку не вижу в этом никакой необходимости. На самом деле я рад, что наши выпускники пишут работы на темы, связанные с изучением социального партнерства, поскольку сам занимаюсь этими вопросами уже почти 20 лет. У нас на факультете, читая курс лекций под названием «Социология профсоюзного движения», несколько монографий я публиковал по этому поводу, статей и так далее. И вот то, что у нас есть студенты, которым интересна эта тема, аспиранты, которым интересна эта тема, это, конечно, очень здорово, очень хорошо. Что касается замечаний, то у меня их два. Я бы порекомендовал соискателю обратить внимание на опыт организации социально-прудовых отношений и моделей социального партнерства, которые есть в других странах, например, в странах Европейского Союза, и сравнить этот опыт с российским. Ну и, конечно, исследование современного состояния социального партнерства в России автору можно было бы порекомендовать дополнить социально-историческим анализом этой системы на разных этапах неолиберальных реформ. И в рамках советского периода, поскольку все-таки наша система социального партнерства, у нее не было такой прерывистой истории, как это пытаются представить некоторые неолиберальные теоретики. Началась новая Россия, и, соответственно, появилась новая система социального партнерства, и нет. Вот те советские профсоюзы, которые существовали в свое время и определяли возможности для развития социального партнерства в советские времена, они и сейчас существуют, в той или иной степени, в той или иной мере. Значит, на эти замечания можно не отвечать, поскольку они носят характер пожеланий. Вот. Да, да, да. Общий вывод. Значит, лиссертация Никиты Сергеевича, Сорокина Никиты Сергеевича на тему институционального основания и практики реализации социального партнерства в трудовых отношениях к современной России соответствует основным требованиям, установленным приказом от 1, 9, 16 года о порядке присуждения ученых степеней в этом Петербургском государственном университете. А соискатель Сорокин Никита Сергеевич заслуживает присуждение в ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22 в ЛНУ-4 социальная структура, социальные институты и процессы. Пункт 11 указан в порядке кандидатам не нарушен. Вот. Итак, уважаемые члены институционного совета, все ли удовлетворены ответами Никиты Сергеевича? Да. Я удовлетворена. Я тоже удовлетворена. Спасибо, спасибо. Есть ли кто из присутствующих, кто хотел бы выступить? Вижу, таких у нас нет. Поступили ли какие-то вопросы в течение заседания в порядке обратной связи по итогам просмотра трансляции заседания институционного совета? Нет. Итак, как нам сообщает технический редактор, нет вопросов, не поступило. Ну и тогда мы даем слово, буквально три минуты, уважаемому руководителю научному Ольге Николаевне. Прошу вас рассказать не о самой диссертации, а о соискателе и его работе в аспирантуре. Микрофон. Досказали уже, чтобы она включила. Она пытается включить. Уважаемые коллеги, добрый день. Меня слышно? Тебе слышно. Уважаемые коллеги, еще раз добрый день. Приветствую вас всех. Большое спасибо за внимание к работе и за хорошие отзывы. Я могу сказать, что мне очень приятно, что мы прошли с Никитой достаточно длительный путь совместной работы. И я благодарна ему в том числе за то, что он с большим интересом занимался этой темой. И мы познакомились на моем курсе по политической психологии, где я рассказывала о действительно независимых профсоюзах, исследования, которые я проводила и в Пулково, и на заводе Форда. Действительно, это очень интересная тематика. И она возникла не случайно у Никиты. И вот этот интерес к этой теме, он действительно был и поддерживал всю его тему, и интерес к ней в течение этих трех лет нашего сотрудничества. В целом, я хотела бы сказать, что Никита действительно человек мотивированный, заинтересованный, активный. Он отличается, конечно, безусловно, трудолюбием, ответственностью. И все те вопросы, которые возникли и связаны с практиками партнерства, с той, может быть, палитрой тех изменений, которые сегодня произошли, они, безусловно, показывают, что часть из них он представил, а часть, конечно, он будет исследовать в своих последующих исследованиях. Может быть, не хватило немножко социальной зрелости, какой-то зрелости позиций. Но вместе с тем, я думаю, что эта зрелость, она, конечно, безусловно, придет в его последующих работах, в его движении к следующим целям. Я хочу поблагодарить всех участников нашего обсуждения и, в принципе, пожелать, конечно, диссертанту двигаться дальше, развиваться и не останавливаться в своем профессиональном развитии. Я поддерживаю работу и прошу вас всех присоединиться ко мне. Спасибо большое за ваше участие и за ваше внимание к нашей совместной работе. Спасибо большое, Ольга Николаевна, за добрые слова. Итак, поскольку мы проводим наше заседание с участниками, находящимися в режиме удаленного доступа, то остались ли у членов лестационного совета, у присутствующих, у самого соискателя ученой степени, какие-то неотвеченные, непонятные вопросы, связанные с работой в режиме удаленного доступа? Нет, у меня нет. У меня не осталось. Каких вопросов нет? Понятно. Значит, уважаемые коллеги, сейчас у нас есть возможность перед началом голосования объявить перерыв для обсуждения результатов защиты при отключении звукотрансляции. Как вы считаете, нужен ли нам такой перерыв вообще для обсуждения результатов защиты? Я считаю, что не нужен. Да, нет смысла? Да нет, не нужен, я думаю, тоже присоединяюсь. Да, но я тоже считаю, что он, в принципе, не нужен. Вот. Тогда мы продолжаем наше заседание. И я ставлю внимание, ставлю вопрос о присуждении Сорокину Никите Сергеевичу, ученой степени кандидата социаловических наук. По научной специальности 22.004 Социальная структура, социальные институты и процессы на открытое поименное голосование. Напоминаю, что решение Динституционного совета по вопросу присуждения ученой степени считается положительным, если за него проголосовало более половины, но не менее трех членов Динституционного совета, участвовавших в заседании согласно пункту 23 указанного порядка. Итак, я называю фамилию имя общества члена Динституционного совета, а он отвечает по поводу того, присуждается или не присуждается степень. Так получилось, что по техническим проблемам Лариса Григорьевна-Титаренко не сможет участвовать в голосовании, но, тем не менее, мы ее мнение, конечно же, учтем при голосовании все вместе. И спасибо ей большое. А почему я не могу? Разве вы меня не слышите? Да нет, слышим. Но, к сожалению, таков порядок, который был у нас установлен. Если член Динституционного совета не с самого начала принимает участие в нашем заседании, то, увы, голосовать он не может, даже если он зачитывает все свои документы, документы, отзывы, замещания и так далее. Но, конечно, мы их всех принимаем во внимание. Безусловно. Вот такой порядок у нас. Итак, Лебединцева Любовь Александровна, ваше мнение, пожалуйста. Александр Викторович, какие слова здесь говорить? Работу поддерживаю за присуждение соискателю степени кандидата социологических наук. Если надо еще что-то сказать, расскажите. Больше ничего нужно говорить. Спасибо. Таранду, Елена Евгеньевна. Я за то, чтобы Никите Сергеевичу Сорокину присудили ученую степень кандидата социологических наук. Спасибо. Сергей Анатольевич, пожалуйста, ваше мнение. За присуждение степени кандидата социологических наук. Да, мы вас тоже услышали. И, Петров Александр Викторович, мое мнение, я выслушал все замечания, ответы на замечания. И я тоже поддерживаю членов дистанционного совета и выступаю за присуждение Никите Сергеевичу в степени кандидата социологических наук по указанной ранее специальности. Вот, почитаем голоса. Итак, таким образом, глубоко уважаемые коллеги и гости объявляют, что из четырех участвовавших в голосовании членов дистанционного совета за проголосовало четыре человека, против нет, воздержались тоже нет. Решение о присуждении Сорокину Никите Сергеевичу ученой степени кандидата социологических наук по научной специальности 22.004 социальная структура, социальные институты и процессы принято. Уважаемые коллеги, в связи с тем, что наше заседание проводится с участниками в режиме удаленного доступа, есть ли у членов дистанционного совета или у соискателей других присутствовавших вопросы, замечания по процедуре проведения заседания. Прошу, пожалуйста, всех сказать. У меня замечаний нет. Вопросов и замечаний нет. Сергей Антонович. Вопросов и замечаний нет. Я уже выставила вопрос. Да, я понял. Я хочу технически проверять связь, задание прямо перед защитой. Понятно. Спасибо. Ну, вам, пожалуйста, это заключительное слово. Можете кого-то похвалить, может, наоборот поругать. Да, я бы хотел ряд благодарностей высказать по хронологическому порядку, так скажем. То есть сначала, если с момента начала обучения в аспирантуре, хотел бы выразить большую благодарность Ольге Николаевне Безруковой, моему научному руководителю, что с вами было, правда, комфортно работать, Ольга Николаевна. То есть, главное, потому что вы всегда давали рекомендации, но при этом никогда не навязывали свое мнение. И поэтому было всегда вот очень с вами комфортно, правда. Дальше, что касается самой защиты, то уважаемый председатель, уважаемый член диссертационного совета, также вам выражаю большую благодарность за то, что все сюда пришли, выслушали, внимательно изучили работу и, главное, дали рекомендации, замечания, которые, естественно, будут использованы в дальнейших исследованиях проблематики. Ну и, конечно же, большое спасибо там вот всему техническому оснащению, куратору, которые, в принципе, тоже обеспечивают немаловажную функцию для успешной реализации защиты. У меня все. Спасибо. Значит, я думаю, что от имени всех поздравлю нашего диссертанта с успешной защитой и присвоением вам ученой степени в кандидат в социологических наук по специальности 22.004. Уважаемые коллеги, заседание объявляю закрытым. Я благодарю всех за участие, благодарю всех весь технический персонал за помощь, благодарю всех, кто присутствовал сегодня на данном мероприятии, данном заседании, ну и прошу отключить прямую трансляцию заседания. Спасибо.